Друзья, всем большой привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Тоскана. Сегодня я хочу задать вам вопрос. Кто главный в мире моды? Может быть, дизайнеры или модели, или в крайнем случае маркетологи? На самом деле это не совсем так. Сегодня расскажу про нескольких людей, которых можно смело назвать серыми кардиналами мира моды. И первый человек Анна Винтур. Про нее мы, кстати, снимали уже подробный выпуск, но здесь расскажу вкратце. Это главный редактор американского издания Vogue, которое оказало огромное влияние на мир моды. За время своего правления в Vogue ей удалось расширить границы фэшн-индустрии, познакомить читателей с политиками, спортсменами и другими лицами. А на своей дебютной обложке в 1988 году она создала очень удачную коллаборацию масс-маркета и люксовых брендов. Сейчас без поддержки Анны Винтур преуспеть в мире высокой моды практически невозможно. Это, кстати, было видно на примере Джона Гальяна, про это тоже был отдельный выпуск. Анна Винтур была с ним в очень близких и теплых отношениях, но после его скандальной выходки отвернулась от него, а за ней и весь мир моды. Именно эта железная леди вершит судьбами многих дизайнеров и может как прославить человека, так и полностью разрушить его карьеру. Сьюзи Менкес. Пожалуй, ее в модном мире боятся не меньше Анны Винтур, ведь она одна из самых влиятельных фэшн-критиков. Ее ценят за прямоту и честность, а рецензии, которые написала Сьюзи Менкес, считают истиной в последней инстанции. О моде и стиле, кстати, Сьюзи пишет уже более 40 лет. Главный модный критик Vogue International никогда не делает скидку на имя дизайнера и выносит вердикты как новичкам, так и знаменитостям. Убить или воскресить словом. Сьюзи Менкес способна на это. Далее у нас целая пара фотографов. Это Мерт Аллас и Маркус Пигат. Вряд ли в мире моды есть человек, который не мечтал бы поработать с этой парочкой. Они фотографируют самых красивых женщин мира. Анжелину Джоли, Скарлетт Йоханссон, Ванессу Паради и, конечно же, других. Ну а также сотрудничают с топовыми брендами. Булгари, Гуччи и Луи Виттон. Интересный факт. В 2006 году дуэт работал над календарем Пирелли, а это для фотографов своеобразный Оскар. Тот самый календарь вышел с рейтингом 18+, и стал самым откровенным за последние 40 лет. Дуэт нередко создает очень провокационные и интересные съемки, ну а сами фотографы не раз говорили, что на своих снимках они не хотят видеть соседских девчонок. Фотографам по душе сильные и влиятельные женщины, поэтому в каждой своей модели они хотят подчеркнуть что-то необычное. Еще очень интересный факт. Невозможно сказать, кто сделал ту или иную фотографию, потому что на съемках дуэт постоянно меняется фотоаппаратом, и то один фотограф делает фото, то другой. И следующий серый кардинал это Пэт Магретт, один из самых известных визажистов. Она даже получила статуэтку Совета американских модных дизайнеров, и это был самый первый случай, когда награды удостоили визажиста. На протяжении многих лет она буквально творит волшебство за кулисами модных показов и не только предугадывает тренды, но и создает свои. В общем, сегодня она является главным трендсеттером в мире макияжа, за ней регулярно повторяют другие визажисты, а гигантские бьюти-марки не раз приглашали ее на должность креативного директора по макияжу. Несколько лет назад она создала свою марку косметики и ввела тренд на использование блесток, чем мы успешно пользуемся и до сих пор. И еще одна персона – Карла Отто. Она начинала свою карьеру в роли модели, и это тот случай, когда не самый хороший спортсмен становится первоклассным тренером. В 1982 году она основала собственное пиар-агентство и с тех пор сотрудничала с огромным количеством марок. Жан-Поль Готье, Диор, Шанель – всех не перечислишь. Она помогает брендам расширяться и выходить на рынки в новых странах. Например, бренд Жильзандер под ее руководством превратился из локального немецкого бренда в международную марку. На данный момент клиенты Клары – это более 70 модных домов по всему миру, включая Селин, Живанши, Симон Раша, Марни и другие. Ну и раз мы говорим о серых кардиналах моды, то подборка сумок будет тоже тематическая, точнее цветовая. Наши 50 оттенков серого хочу открыть вот этой новинкой. Здесь, кстати, серый смотрится достаточно теплым, особенно в сочетании с золотой фурнитурой. Сумочка среднего размера в стиле Шанель, интересные плетеные ручки, классическая узнаваемая фурнитура и, конечно же, стежка. Особое внимание я хочу уделить цепочке. Так она служит декором, но может быть и очень функциональной. Например, чтобы носить сумочку на плече. Я предлагаю вам заглянуть внутрь. Сумка закрывается на молнию, внутри у нее два отделения, посерединке отделение на молнии и также есть кармашек на молнии. А на передней стенке два кармашка открытого типа. Еще одна модель, сумочка посветлее, из зернистой кожи. Можно носить на плече или воспользоваться ремешком, который идет в комплекте, чтобы надеть сумочку кроссбоди. Сумка закрывается на клапан, внутри у нее единое отделение, есть кармашек на молнии и два кармашка открытого типа. Еще один кармашек на молнии на задней стенке сумки. И еще одна модель, тоже светло-серого оттенка, но на этот раз уже из гладкой кожи. Мне очень нравится здесь фурнитура в цвете темное серебро, выглядит очень классно, особенно в сочетании с серым. Сумка формы седло, в комплекте у нее два ремешка, один покороче и другой подлиннее, чтобы носить в кроссбоде. Ну а внутри единое отделение и есть кармашек на молнии. Сзади, кстати, поверхность абсолютно гладкая, никаких кармашков. А я хочу напомнить, что за серыми и самыми яркими сумками мы ждем вас в Toskana Bags. У нас есть магазин в Санкт-Петербурге, на станции метро Дебенко, торговый комплекс Невский. А также шоурум на станции метро Гражданский проспект. Шоурум работает по предварительной записи. Записаться вы можете на сайте, и там же можно посмотреть каталог наших моделей. Кстати, заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатной для всех заказов, где есть сумка по полной стоимости. На этом я прощаюсь с вами, до следующих роликов. Пока-пока!